Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас наступает новый день в Хунчуне. Сегодня мы едем на экскурсию. Купили комплексную, в которую входит посещение стеклянного моста, термальных источников и вечерней янзы. Оставайтесь с нами, впереди будет много всего интересного. Сейчас, видимо, потому что не сезон, спрос на экскурсии падает, поэтому едем группой вот на таком небольшом микроавтобусе Газыли. На таком микроавтобусе мы передвигаемся. У нас небольшая стояночка на туалет. Вот спустя два часа в дороге мы добрались до нашей первой точки маршрута Парк Яньшань, стеклянный мост. Сейчас все для вас поснимаем. Давай, заходи. В более теплое время, да, на тех возят открытых вагончиках, когда теплее. Когда много людей. Ага. Национальный парк Яньшань площадью 241 гектар расположен в живописной долине. Засажен многочисленными цветами, кустарниками и деревьями. По этой причине местный ландшафт особенно красив, поздней весной и летом. К сожалению, нам не удалось полюбоваться всем этим великолепием, так как приехали мы сюда в начале ноября. Здесь вместо больших качелей можно кататься. Стеклянный мост Хунчуня с 5D эффектом построен в 2018 году. Длина конструкции 400 метров, ширина моста 2,5 метра, высота над землей около 260 метров. Совокупные инвестиции в проектирование и постройку сооружения составили 20 миллионов юаней. Это самый высокий и длинный стеклянный мост в провинции Зелень. Ну давай, давай. Ох, какой ветер. Тут надо бахилы одевать. Я боюсь. Илюш, одевай бахилы. Если мне оденешь, вообще будет замечательно. Я маршрута чудо и все, постою здесь. Ты смотри, здесь лед. Аккуратно. Илюха, давай, я тебя снимаю. Давай, давай, мой хороший. Мало того, что он стеклянный, он еще шатается. Сегодня очень сильные порывы ветра. Нам прям повезло. Еще к тому же, у нас всего 4 желающих туриста сегодня побывать на этом мосту. А вон там на горе можно покататься на качелях над ущельем. Да, конечно, сейчас погода уже не подходящая для посещения этой достопримечательности. Летом, я думаю, тут намного прикольнее. Посидели мы стеклянный мост. Это, конечно, было немножко экстремальненько. Ну, Илья освоился и позже уже даже там скакал и танцевал на мосту. А сейчас идем на санях скатиться вниз. Сейчас вам продемонстрируем. Сколько стоит билет? 98 юаней с человека. Мама, а ты будешь управлять? Да. Сейчас покатимся, подожди. Классно! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собачка нас встречает. Привет! Она красная. Нормас. Илюха, ты себя нового друга нашел? Да. Какой хорошенький. Привет. Привет. Нас все собаки любят. Ты лапу даешь даже? Какой ты умненький. В общем, делимся с вами впечатлениями об этой локации. Мост очень нас впечатлил. Кататься на санях нам понравилось. Советуем определенно этот парк. Единственное, выберите более теплое время года, а не так, как мы начало ноября. Одним из главных развлечений туристов в прохладное время является поездка на термальные источники, которые находятся неподалеку от парка Пьяньшань. Воды в горячих источниках благотворно влияют на организм, помогают сохранить молодость и красоту, поэтому активно используются в косметических целях. Нам выдали бы такие браслеты. Это ключ от кабинки. Потом, после посещения, вот на этом ресепшене надо этот ключ встать. Здесь расходятся на женскую и мужскую раздевалку. Сейчас подожду, пока Илюха там разберется, и пойду тоже переодеваться. При входе, кстати, есть магазин, где можно купить различные пляжные товары купальные. Купальники, шапочки, круги. Все, что необходимо для посещения. Очень много ячеек. Помимо номера еще и буква. Это же сколько здесь одновременно может быть посетителей. Мне нужно найти с буквой W. Вот это все раздевалки. В ячейке вас ждет полотенце и тапочки. Но мы взяли с собой свои тапулечки, поэтому возьмем только воспользуемся полотенцем. В комплексе есть вот такие просторные душевые, туалетные комнаты и та же сауна. Здесь также вы можете посушить свои волосы, привести в порядок себя после принятия водных процедур. Вот различные пижамочки на любой размер, чтобы посещать второй этаж. Не берет тебя сканер? Сильно маленький ты? Ёшкин кот! Все, мы встретились с Илюшей. Вот здесь ополаскиваем ножки. Проходим через этот бассейн. Ой, какой он неприятно холодный! Термальные источники представляют собой крытые бассейны с гидромассажными зонами. Также есть бассейны под открытым небом. Температура воды колеблется в пределах от 25 до 42 градусов. Данные термальные источники называют еще 38 пузырьков, так как здесь 38 термальных бассейнов с различной температурой, различными добавками. Вот будем сейчас смотреть, все для вас снимать. Как видите, внизу зона детского аквапарка. Она сейчас, к сожалению, закрыта. Я думаю, тут для деток до 5 лет, наверное, было бы интересно. Илюша у нас уже парень взрослый, так что будет как взрослый купаться в настоящих термальных источниках. Классно? Такое ощущение, что находишься в каком-то ботаническом саду. Кругом зелень, пальмочки. Есть кафе, если вам нужно будет перекусить. Сейчас посмотрим ассортимент. Есть мороженое. Также есть напитки. Нихао. Такие вот колбаски продают. А, жареные колбаски. Вот здесь юаней. Мороженое 6. Мороженое есть за 2, за 3, за 8. Чай 12. Сок 6. Кока-кола 8. Ну, вот, в общем, такие примерно расценочки. Есть какие-то еще снеки, чипсы. Напитки для взрослых. Пиво за 12 юаней. Есть вот такие небольшие ванночки. Все дублировано на английском языке. Если грамотно написано, может почитать и понять, с чем данная ванна. Есть вот такие ванны с красным вином, как нам сказали. Не знаю достоверность, насколько там красное вино. Будем надеяться, что не обманывают. Есть вот такие вот лежаночки с подогреваемым полом. И вот такие подставочки под шею. А вы, в общем, можете прилечь и отдохнуть на этом теплом полу. О, это нормально еще. Прохладный? Горячий. Да. Ну, 28 градусов на нем написано. В нескольких видеообзорах посмотрела. Большей всего популярностью пользуется вот этот бассейн. Не знаю, с чем он. С молоком, наверное. 41 градус. И очень приятно после того, как его посетишь, кожа становится гладенькая очень. Вот такой еще бассейн с гидрозонами. Посередине вот такой вот душ. По бокам, если вы видите, тоже есть вот такие лейки. Из них тоже можно себе устроить душ шарковый. Как я уже говорила, мы находимся в Китае не в сезон. Обычно тут, конечно, посетителей гораздо больше. Мы сможем насладиться всеми бассейнами свободно. 42 градуса. Ну, это как ванну мы наливаем. Вот 42 градуса. Самое оптимальное. Есть вот такие вот гроты, в которых тоже располагаются бассейны. Слушайте, ребят, это еще дополнительная интересная локация для фотографий. Очень все так сказочно выглядит. И здесь еще несколько маленьких мамочек. Здесь наверху зона не работает. Бассейны спущены. Можно просто прогуляться. Вот здесь по верхней зоне. Посмотреть на весь комплекс сверху. В общем, термальные источники в данный момент работают, но не полностью. Видите, некоторые ванны не наполнены. Рядом вот с этим бассейном вот такой вот выход на уличные бассейны. Также они горячие, под открытым небом. Вот такие термальные ванны. 40 градусов под открытым небом. Основной бассейн сейчас закрыт. Ну что, мы накупались. Нам выдали вот такие вот пижамы, шорты и такие вот кимоножки. Сейчас пойдем на второй этаж, посмотрим, что там. Так, лестница на второй этаж. Ресторан и зона отдыха. Кстати, еще гид нам рассказал, что здесь в ресторане накрывают обед по системе шведский стол. Сейчас попробую уточнить, сколько стоит данный обед, потому что, ну, в тур, так скажем, он не входит. Поэтому за него нужно платить отдельно. Мы на него не успели, так как он проходил с 11 до 2. Ну, сейчас снимем, что тут на втором этаже. Есть детская игровая зона. Здесь нужно разуваться. Такие ячейки для обуви. Бассейн с шариками, горочки. Все это на таком мягком покрытии. Здесь совсем для самых малюток такие вот прыгалки, качалочки. И также есть вот такие вот батуты. Ну, классно же. Родители могут спокойно отдохнуть, а дети развлечься. Здесь также есть выход на веранду. Но сейчас он закрыт, так как не в сезон. Вообще, наверное, в летнее время можно выходить на эту веранду. Возможно, покурить. Потому что курят в Китае, везде и всюду. Вот такая вот зона игровых автоматов. Может, ничего не работает. Может, надо дополнительно их оплатить. Ну, все какие-то такие маленькие. А, ну вот есть аэрохоккей. Илюх в последнее время его полюбил. Здесь тоже вот еще зона. Оно все выключено. Может быть, тоже, опять же, потому что уже как бы сезон, когда много туристов подошел к концу. И это не пользуется спросом. Пойдемте дальше. Исследуем второй этаж. Здесь получается такая зона фастфуда. Можно купить что-нибудь перекусить. Вот есть пицца. Фри, картошка, кольца. Сейчас попробую найти цены. Картошка фри 18, попкорн 18, жареные колбаски 8, суп 36. Ну, в принципе, если вы слишком голодные, можете здесь перекусить. Здесь магазинчик с товарами. Такая различная продукция. Опять же, из знакомого понимаю только что чипсы-шоколадки, пиво-напитки. Видимо, какие-то китайские снеки. Ну, сигареты также здесь продаются. Вот, мы дошли до буфета ресторана. Он сейчас закрыт. Написано, часы работы с 11 до 14 и 17 до 20. Ну, я так понимаю, 118 это стоимость вот этого шведского стола. Впредине вот такая зона с маленькими столиками и такими вот интересными пуфиками. Люди здесь отдыхают. Ну, здесь вот начинаются уже комнаты. Можно посмотреть в окошко интерьер, не заходя. Ну, такой сухой пар. Вот, похоже чем-то на нефритовую комнату. Я думаю, это она и есть. Потому что здесь такое освещение. Еще зелень не добавляет. Ну, я думаю, это она. По-русски ничего не написано. По-английски, к сожалению, тоже. Здесь соляная комната. Вот так вот она выглядит. С такими сталактитами, свисающими с потолка. Еще одна комната. Здесь к потолку подвешены такие мешочки травяные, я так думаю. Потому что запах очень такой травянистый, приятный. Так же вот такие ячейки. Там можно залечь и полежать в темноте. Такие вот уединенные местечки. Еще одна зона отдыха. Еще одна зона отдыха. В каких-нибудь солевых комнатах или нефритовых. И еще получить дополнительный релакс. Так же есть еще здесь бук-бар. Я так понимаю, это библиотека. На всякий случай разуюсь, потому что везде здесь где-то такое беленькое покрытие. Значит, надо проходить босиком. Очень интересное оформление. Интересные места для чтения. Вот такие ниши. Мягкие кресла. Продолжается тематика бассейнов. Только теперь они пустые, наполнены такими бабл-креслами. Нам, наверное, очень повезло, что мы в этом месте оказались не в СИЗО. Так, тут свободно. Можно даже сказать, тихо, просторно. Можно найти себе место для отдыха. Можешь спокойно поснимать для вас. Надеюсь, еще я зашла в такую пещеру со звездным небом, на которой периодически звезды падают. Видите? Очень красиво. Вот умеют китайцы все-таки придумать, чтобы все было интересно, красиво, технологично. Ну что, посетили мы термальные источники. Нам они понравились. Комплекс новый, современный. Очень приятно здесь находиться. Илюхте, а какие бассейны больше тебе понравились? Мне понравился холодный бассейн тут с корнями, ну, с водопадом и с молоком. Вот, нет уж с молоком, больше всего бассейн понравился. Самый приятненький, тепленький. Особенно после стеклянного моста. Мы там так знатно подзамерзли. Термальные источники, это то, что надо. Сейчас вот находимся в зоне отдыха на втором этаже. Тоже очень приятно здесь находиться. Наш вывод данной термальной источники мы советуем к посещению. Время пребывания на источниках, если вы что-то покупаете, это все зачисляется на ваш браслет, который включат кабинки. При выходе, уже вот в общем поле, на этом ресепшене вы сдаете свой браслет. Смотрят, потратили ли вы деньги, оплачиваете то, что потратили, и вам выдают QR-код на выход в общую зону. Мы вышли уже ожидать своего вида, так как нам ехать дальше. Здесь есть такая гостевая комната. Диванчики, креселки, столики, и также работает кофейня. Можно заказать кофе, сладости, ну, естественно, за отдельную плату. Материала в данной поездке было так много, что я решила разделить его на два видео. Вечерний янзы с посещением ресторана смотрите в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok